всем привет в этом видео хочу вам показать для людей которые учатся и работают программе 3d max как делать развертку трехсмерных моделей для текстурирования и с последующим размещением этих моделей в игровых движках то есть хочу поговорить о моделировании текстурирование для компьютерных значит у меня есть вот такая модель я ее разделил на несколько частей и дал каждой части название и применил стандартные материалы для наглядного отображения их покрасил различные цвета текстурировать я собираюсь программе substance painter и поэтому я подготавливаю модель именно так каждая вот эта отдельная часть это будет отдельная развертка и отдельный материал допустим для движка анрил там или юнити с одной части развернул как она выглядит и здесь вот мы видим незаполненное место и его можно конечно же и нужно заполнить ну нужно напомнить о том что размер мы делаем одинаковый то есть с помощью вот этой клавиши рискал элемент он делает все наши элементы развертки соответствии с трехмерной моделью подгоняет по размеру уравнивает и все какие не здесь размера такие они становятся и здесь ну можно некоторые части допустим вот эту дверь выделить и сделать для неё как бы развертку больше то есть на ней будет не развертку ну да развертку больше то есть на ней будет отображаться попадать на него будет больше текстуры чем на другие объекты более качественно будет отображаться текстура все стараюсь делать все автоматически чтобы экономить время быстрее все это было я вам покажу как развертку делаю я конечно же здесь несколько вариантов которые можно применить ну я выбрал именно такой вариант и в нем подходит по скорости и по времени чтобы от масштабировать нашу развертку вот этой двери зажимаем кадром и выбираем вот этот вот реформа мод которым можно масштабировать нашу развертку одновременно и поместим его сюда тем самым заполняем пустующее пространство долго с ней возиться не хочется здесь еще можно вот и некоторые детали увеличить я ставлю это как есть нажимаем правой кнопкой и коллапсом делаем сохранить чаще делайте коллапс и сохраняйтесь свой проект потому что если вы даже сделали развертку любой части модели и просто закрыли вот это окно перейдя допустим захотели здесь что-то передвинуть там еще что-то все развертка на при сон заново и делать поэтому делать и коллапс коллапс ту или коллапс all каталась и сохранить давайте развернем от эту часть теперь вот как она выглядит у меня добавляем анураб или w отключаем автоматически швы открываем здесь видим мешанину выбираем полигоны которого горячая клавиша здесь есть вкладка мэппинг латтен мэппинг видел я в интернете там есть плагин для тд макса но он такой же самый как и стандартный просто кто-то его оттуда достал код или еще там как-то ну например такой же автоматически он делает развертку разбрасывает по всей карте текстур над этому квадратику делить на определенные лоскуты наши трехмерные модели в плоскость укладывает и здесь примерно то же самое здесь отставила 45 градусов я стою 60 жму окей и он видите очень быстро все этому весел и вас такой устрою то можно делать прямо так а если же хотите получить более менее результат красивый модель моя будет деревянная деревянная текстура будет лежать на ней то значит нужно потрудиться ну что же начнем ставим здесь выделение полностью полигонов которые друг другу в общем выделять физическую модель и здесь выделяется уже развернутая наша модель что я делаю дальше жмем на отображение граней выделяем одну из грани и есть вот стич кустом то есть сшить и жмем на нее и вы видите прилетела часть модель части развертки склеилась в этом месте и так его склеиваю дальше дальше чтобы наша модель была одним одним лоскутом развертки процесс не быстрый без него никуда не деться и можно автоматически как я вам показал flight mapping и дальше уже текстурирует но я делаю так выбираем жмем ту и есть панель релакс она делает растягивает модель по поверхности двухмерной поверхности одну балку может с вами развернуть чтобы наглядно видеть как получается наша развертка можно применить материал добавить на нее диффузную карту который называется чеки сейчас она загрузится карты стандарт чеки поставим 20 на 20 можно третий и применим к нашему отобразить включаем номера вот наша развернутая часть давайте поместим сразу наш квадрат что дает вот этот чекер он нам показывает как выглядит текстура то есть чем ровнее вот эти вот квадраты то есть чем они квадратнее тем текстура лучше ляжет без подтяжек без артефактов для этого нужен нам панель релакса то есть нажав на релакс программа растягивает нашу трехмерную модель плоскость чтобы текстура была наложилась идеально такой вариант меня устраивает как здесь получился ну вот мы видим все равно что получились не квадраты это должны получиться контакта прямоугольник на фоне того что они все одинаковые это нормально пойдет если бы они были допустим удастся показать вот видите что такой потяжки то есть я растянул там модель на развертку и получается вот такая вот нехорошая здесь будет текстура выглядеть ужасно поэтому нам нужны именно вот квадраты максимально приближены к идеалу включаем здесь запускаем наше отображение развертки и вот мы видим что после релакса модель становится той который нам таким образом продолжаем разворачивать дальше если добыть модель одинаковая чтобы еще раз не разворачивать то можно сделать следующее выделяем наш объект элемент нашего меша как вы заметили я его полностью сделал то есть это не группа это на полигональная модель сетка естественно когда моделировал все это было отдельные элементы ну я нажал на эту кнопку и здесь есть attach при attach то есть я добавил все в одну в один наш слил таким образом можно эту модель поместить substance painter и там она будет одним нашим на котором можно и одной разверткой на которой можно уже делать текстурирование так вот выделяем значит наш объект 1 нажмем shift и видим в сторону к у нас клон ту элемент алина не знаю получится с линии он просто ищет центр всей модели примерно значит так вот совмещаем совместили ту часть которая не развернутая удаляем ведь этом низко лапсил и она осталась таким как ему было ту релакс значит таким образом можно экономить место на развертку то есть когда я скопировал скопировалась и развертка и она совместилась вместе с вот этой деталью то есть если я выберу сдвинуть мы видим что их здесь две если вас устраивает одинаковый рисунок одинаковая текстура на нескольких деталях и вам хочется максимально чтобы текстура максимально качественно и больше легла детали то этим способом можно воспользоваться то есть не разделять как здесь я буду делать каждую деталь я разделю и она будет ложиться на вот этот наш прямоугольник который бы соответствует развертке при запекании то есть не разделить оставить их совмещенными вместе и тем самым сэкономить пространство на развертки на этой вот но тогда будет одинаковая текстура лежать на этих двух деталях берем следующую металлю продолжаем больше разворачивать то есть что мы делаем мы с вами берем полуавтоматический вариант как можно использовать развертку 3d макс автоматом он режет нам на лоскуты а мы просто сшиваем то есть чтобы наша развертка не летала по все по всей текстурной карте вот этой которую будем против запекать а было вместе во первых это дает экономию текстурного этого листа потому что между каждой между каждой деталью развертки будет идти паддинг паддинг это расстояние пикселов там миллиметра как хотите то есть расстояние между деталями развертки вот одна деталь тарадик между ними обязательно будет расстояние если будет очень много лоскутков как здесь между каждым лоскутком будет расстояние а это все занимает место на нашей развертки на этом квадрате хочу вернуть назад материал который здесь был бинтинг продолжаем дальше также здесь вот наглядно видно что мы уже развернули что нет 8000 4 столба можно копировать как я вам покажу а можно просто взять их и все вместе развернуть как быстрее решать вам примерно я думаю что время одинаково тратится то что скопировать то что развернуть иногда допустим не хочется там все это копировать и чтоб точно попасть как модель там расположена нужно обойтись просто развернуть каждый из этих детали что мы выделили если увидите что с этой стороны уже образовался си синего цвета грань это значит что замкнется текстура и она будет не развернута основаться то есть будет подтяжки и все такое ночь нам уже не стоит нажимать на стичь искать уже другие элементы которые стоит сшить обязательно каждый раз жмите на релакс чтобы наша развертка развернулась как можно лучше и таким образом и постепенно разворачиваем нашу модель способ хорош тем что достаточно быстро можно разворачивать то есть уже готовые кластеры просто сшиваете и все готово вот очередная порция развертки можно выделять не гранями целиком по линому как полигоном и попробовать нажать иногда срабатывать иногда криво срабатывать следующий и 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 каждый класс ты не надо допустим искать он уже автоматом развернут и легко его можно эти вот части тоже же мы конечно не забудем принципе вот эти части которые настолько маленькие их можно оставить не приотачивать нашей модели а вот здесь вот нужно убрать нижнюю часть но она все равно не пригодится то есть она ставит на полу на земле там где-то и это просто лишняя работа также здесь всех этих банк балках это будет экономить место на листе развертки его будет больше и текстура более качественно ляжет на нашу модель и соответственно в игре она будет выглядеть красивее будет выглядеть визуально очень красиво я планирую также здесь я на эту модель сделать так называемый пибер материал применить который несет информацию о металличности поверхностей также будет этот набор этих карт ходить карта нормалей травм из спекуляр спекуляр может не буду делать металл нас и колы на груди ничем не забыл так ну здесь можно оставить так выберем все модель вот эти вот элементы развертки за релаксом они релакс сразу их уравнив по размеру то есть какими имеют физические размеры здесь такие же не привела к релаксу если выделять их все они сжимаются до нужного размера так Так. 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 Что это у нас за такая часть, где она находится вообще? Это внутренняя часть, которая также не нужна. И мы ее удалим. Чтобы выделить сразу, выделяем один из элементов внутреннего. Вот это отверстие. Возьмем shift. И он выделяет сразу нам окружность. Dead. Удалили. То же самое здесь. Shift. Dead. И вот внизу здесь тоже. Все это не нужно. Оно только занимает у нас место на развертке. Старайтесь рассматривать свою модель с разных сторон. Если это игровая модель и больше никак она не будет участвовать в симуляциях. там каких-то физических движков, допустим, там где идет какое-то разрушение. то значит, в такие моменты можно применять. Вырезать в нужной части. И все это экономит место и время при развертке. Этих элементов все равно не видно. И не можно пожертвовать за ненадобность. Также вот здесь скорее всего тоже. Некоторые части нам не нужны будут. А именно. Вот эти они все равно внутри. Внутри других. Другой балки. Мы их удаляем. И экономим наше место на развертке. А я на steps на подклад. Я так купил яркую мышь. Мы имеваем на перерывы. И принимаем нажат ônврап if you are. продолжаем развертку наши модели как видим много меньше здесь стало элементу это хорошо приотачиваем к нужным местам чтобы увидеть не остался ли кто-нибудь позади мы выделяем полигоны и здесь вот выбрать все и отключаем ignore backface и смотрим если больше нигде нет красненьких лоскутов развертки но все в порядке то есть здесь в этом окне выбирается элемент уже склеенный развертки здесь выбирается физический элемент который ну как балка то есть как физический элемент все что к ней относятся любые и детали а если вы будете выбирать несмотря на то что select by элемент то выберется именно та часть развертка которая склеена если допустим я отделю какую-то часть наши развертки допустим вот этот и вы выбираете ее ну как видим несмотря на то что он относится к единому мэшу сетки он не выбран был а если мы выбираем здесь смея на то что он даже отделен то выбирается полностью весь элемент так продолжаем развернем вот эти вот части ну или можно скопировать даже их давайте скопируем нажимаем коллапс выбираем и шифтом перемещаем на место нижних главное их не перепутать на этих чуть ниже так удаляем на нужную часть возвращаем на место готова проверяем что у нас здесь получилось и вот мы видим и конечно скопировались наши развертки на нужное нам место также вижу из здесь вот вот эти балки такие же самые по размерам и их тоже можно заменить шифт переносим их нужное нам место удаляем балки которые не развернуты были можно ускорить а можно было просто разворачивать ну то есть как как вам удобно как быстрее выбираем и видим что наша развертка перенеслась сюда так как мы и хотели вот так еще вот есть вот эти балки одинаковые тоже можно скопировать идти удаляем идти удаляем ставим на место перед этим удалим вот эту часть она будет не видно вот она вот так вот так выбираем вот эти участие так как мы там их немного изменили также здесь какая-то там проблема чтобы ускорить релакс можно вести mount быстрей разворачиваем это тоже расслабим сделаем и массаж так сказать есть результат так раз ц р п лет 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 эти кластеры мы присоединяем друг другу наша текстура было наложено будет до 8 волокна там на деревянные волокна дерева чтобы они не прерывались не не выглядели как сегментарно их разворачиваем таким вот образом чтобы они были единым целым соединяем станции повторяется может выглядеть даже монотонно нужно без него ничего не поделаешь так этот откуда можно также скопировать здесь остальные банки 2 балки такие же самые можно просто развернуть и 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 Ach Swim и 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 Продолжение следует... Нужно эти мелкие части тоже посоединить... Ну, вообще, конечно, быстрее, да... Просто скопировать... Ну, мне просто не хочется это выставлять... Что-то я не знаю... Нет желания, там ковыряться снова в этой модели... Уже её перекрутил столько раз, что хочется чем-то другим заняться... Поэтому... Делаю её на одну разёртку... Так... Все на месте... Все... То есть я коллапсал... Коллапс... И сохраняю проект... Потому что... По несколько раз делать это потеря времени... Лучше немножко здесь времени потерять... Намного больше... И его снова... Восстанавливает каждую модель... Ну, а здесь вот я вижу... Внизу четыре балки... Они вроде одинаковые, да... Обычные... Обычные балки... Обычные балки... Выделяем одну из них... Разворачиваем её... Разворачиваем её... Так... Ответ надо... Берешь отсюда... Релакс... Там находится... Коллапс... Коллапс... Там находится... Коллапс... Забыл какую-нибудь... Разворачивать... Блин... Ха... Эм... Да... Крайний... Копируем элемент... Удаляем... Ненужный... Копируем... Нужный... Удаляем... Ненужный... Удаляем... Так... Проверяем... Что здесь получилось... Всё правильно... Получилось... Берем теперь вот эту балку... Не всё помещается у меня здесь... И здесь вот эти два окна нужны... И трёхмерный вид нужен... И двухмерный вид нужен... А... А... Когда ставишь... Допустим... Высокое разрешение... То... Во-первых... Маленькая... Частота развертки... Монитора... 60 Герц... И... Глаза чувствует... Короче... Устают глаза... Устают глаза... Болеть начну... И я прибег к такому... Нехитрому способу... Уменьшил... Уменьшил разрешение экрана... Мой монитор позволяет... Выдавать 75 Герц... Разрешение нужно... Делать... Меньшее... 1440 на 900... Что ли... Поэтому... У меня... Все здесь большое... Так... Копируем... Копируем... Нажимаем Shift... Окей... И... На место... Вот этой балки... Можно так же и сделать... Короче... Как эту... Брехелки-палки... Так... И... Прими к ней... Релакс... Это... Обязательно... Потому что... У меня... Физический... Размер... Изменение... Должен... Так... Изменение... Что... Принципе... Логично... так осталось совсем немного элементов развернуть и продолжаем таким же образом работать да давайте вам покажу как еще можно здесь разворачивать используя некоторые из этих элементов на самом деле несколько их не считал ну три четыре может пять даже quickpill тоже один из способов развёртки затем допустим есть это для персонажей можно использовать то есть он как растягивает как маску его чтобы им пользоваться нужно заранее отмечать трехмерном виде линии разрезом этот способ не подходит но его просто продемонстрируем то есть мне он не подходит очень медленный не годится то есть мы намечаем здесь нашу будущее линии разреза так примерно и нажимаем вот на эту кнопку convent edge selection to sims вот они становятся голубого цвета и затем выделяем полигон жмем потом на эту кнопку симс то есть он должен выделить нам отдельный отдельный полигон который почему-то не выделился где-то я забыл разрез сделать да здесь давайте здесь еще резанем выделил так как надо и затем жмем перед map ведь он здесь и жмем старт пельт растягивает разные стороны очень подходит для персонажей допустим лицо там ли рука нога развернутая это очень именно для них в основном но для того объекта с которым сейчас я работаю это очень метко не годится стоп пельт потом старт релакс settings у нас не запущены comment и вот этот релакс и получается примерно то же самое что и сделал я только несколько раз быстрее другим способом поэтому вернемся к тому способу который то быстрее удобнее понять но опять же таки вот эти инструменты для персонажей больше подходят и может даже только они подходят потому что там нет четкие грани потому что там нет четкие грани там могут быть руки и шум пальцем да все что угодно смотря что вы делали какой персонаж опять же таки все делается развертка она может даже насколько я знаю помочь и вартками там тоже я не делал никогда делается развертка возможно даже также как и здесь возможно там автоматически возможно там как-то она более трудоемкая повторюсь я никогда не занимался не знаю как она там выглядит то есть если надо вы сам автоматически ну разворачивать то 3d max и с помощью вот это вот флаг от моты очень быстро все разворачивается то есть в момент мгновение возможно там вартками точно же так говорить не буду не знаю никогда этим не занимался поэтому сказать ничего не могу здесь у нас балка с таким не сделал трещиной и нужно не тоже склеить тут местах на перелакс чтобы увидеть куда там кто там внутри внутри так выделяем полностью релакс да все хорошо все хорошо сшиваем вот эти вот некоторые отлетевшие части так и откуда так и откуда так у нас модель никто не отстался на месте замечательно замечательно релакс это можно сшить муромикс не сшивать так нормально релакс помещаем сюда уделяем кто у нас остался создает эти перегородки тесто бурки болки др вот эти балки снимаем и конкретные в этих балках некоторые части не будут прикреплены так как удалили физическую части потому что я все равно видно не будет и тут вам распались на сегменты жмем f3 чтобы видеть внутренние то есть мы развернули вот эти блоки это остались именно эти части маленькие которые их тоже мы присоединим все были вместе также еще есть один из инструментов здесь по подобию физической модели допустим похоже на на прямоугольник то не нужно применить развертку map по квадрату по боксу и по шару или по цилиндру или по планах по плоскости что-то они как-то не особо правильно работает давайте посмотрим куб делает что-то такое что-то делать а что она делает все равно все разорвано так до конца не понял как же я что-то неправильно делаю но они в общем не ахти как-то работает если ребята кто-то из вас знает как они правильно должны работать пишите в комментах пускай узнают все остальные так все на месте выделяем всех все наши элементы развертки выделили relax также нужно следить чтобы элементы все были наших балок как идет текстура волокна дерева допустим я расположу что она будет вот так вот горизонтально линию естественно все наши элементы балок деревянных мы располагаем точно так же чтобы текстура шла правильно если мы расположу допустим их таким образом вертикально то естественно будет уже смотрится ненатурально абсолютно поэтому располагайте именно таким образом как и вот природные волокна на дереве так жмем вот эту кнопку которая перепаковывает разворачивает это как считает нужным и потом ждем на кастом и он помещается нашу развертку внутрь нашего текстурного листа значит кому отдать предпочтение как видим здесь остались пробелы их конечно же быть не должно то есть надо максимально занимать пространство текстурного листа нашей разверткой то есть та модель та часть модели которая наиболее видно допустим это вот эти части их и можно увеличивать то есть дать им больше текстурного пространства текстурного качества их можно увеличить как уже показывал таким вот способом ну что ж на этом я эту часть видео буду заканчивать с остальными моделями такая же самая история будет происходить остальными частями этой модели две части уже развернул вот эти осталось колесо металл я делю металл и вот эта часть механизм ведро там есть их вам показывать не буду потому что процесс примерно такой же самый если есть одинаковые элементы допустим как вот эти два обруча один разворачиваем копируем и получается мы здесь вот эти четыре балки тоже копируем разворачиваем копируем и помещаем на место этих вот не развернутых копии ну что же если вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем пока